В республике проходит всероссийская акция на встречу году 75-летия Великой Победы, инициированной Единой Россией. Ее цель – поздравить ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Новым годом и 75-летием Победы. В акции принимают участие представители депутатского корпуса, секретари местных и первичных отделений партии, члены партийного актива. В преддверии новогодних праздников секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Кашхабльского района Заур Хамирзов и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев посетили на дому участников войны. Ветеранам были вручены новогодние подарки и конверты. Каждый из них был искренне рад вниманию и подарку. Они благодарили гостей за их заботу. Поздравляем с Новым годом, здоровья, благополучия. 9 мая 75-й годовщина будет Великой Победы. Чтобы вы дали нам возможность в том же составе приехать, поздравить вас. От благодарных потомков небольшой подарок к Новому году. Очень важно помнить о людях, которые подарили нашей родине мирное небо над головой. Всего 7 участников войны проживают у нас в районе. И все они в этот день получили поздравления от главы района. В ходе визита главой района был проведен осмотр недавно построенных объектов в Кашхабльском районе. Это футбольное поле, уложенное в рамках программы развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. Возможным это стало благодаря главе Республики Адыгея Мурату Кумбилову. Создание этого поля осуществлялось при поддержке и непосредственном участии ДРСУ Кашхабльского района. Недавно в Митровском сельском поселении был отремонтирован и сдан в эксплуатацию дом культуры. В настоящее время он был дополнен навесом, накрывающим территорию перед входом. Заур Хамирзов положительно оценил данную работу. Также он осмотрел автономную котельную, которая обслуживает здание. В рамках бюджетного инициирования в Ольнинском поселении была установлена замечательная детская площадка. Глава поселения поделился планами на будущий год. Здесь продолжатся работы по установке ограждения и высадке зеленых насаждений. Глава, в свою очередь, дал несколько рекомендаций.